Привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале, посвященном Канаде, но сегодняшний ролик будет про что? Правильно, вот именно на кепке нарисовано. Про Соединенные Штаты Америки. Через буквально пару недель будет розыгрыш лотереи гринкарт. Да, дорогие друзья, сегодня я вам скажу, когда будет розыгрыш лотереи гринкарт, каким образом ее проверить и что делать, если вы забыли confirmation number. Что же такое лотерея гринкарт? Каждый год правительство Соединенных Штатов Америки раздает примерно 50-55 тысяч гринкарт всем, кто хочет участвовать в этом. Да, буквально полгода назад вы должны были заполнить заявку. Если вы заполнили заявку, то теперь настал тот день, когда вам надо готовиться к проверке своих заявок. Сегодня мы поговорим с вами о том, когда проверять гринкарту, как это делается и что делать, если вы забыли свой confirmation number. Кроме того, в конце я вам расскажу, какие два варианта у вас развития событий. Первый вариант хороший и второй вариант плохой. Поехали! Понять, когда лотерея гринкарта, как ее проверять, нам нужно посетить исключительно один сайт. Официальный сайт правительства Соединенных Штатов Америки, посвященный лотереи гринкарт. Многие из вас не смогут найти этот сайт в ссылках в описании под моим роликом, потому что у них просто в глаза долбятся. Они не знают, как их искать под роликом ссылки. Поэтому для таких, как они, я сделал специальный наглядный гайд. Сейчас вы находитесь на сайте Google. Google – это великий поисковик, который поможет вам вообще эмигрировать в любую страну мира. Главное – правильно писать запросы. Так вот, а что же тут нужно сделать, чтобы найти официальный сайт правительства Соединенных Штатов, посвященных гринкарт лотереи? Нужно написать DW Lottery. И мы попадаем на выборку вопросов-ответов. Смотрите, мы видим, что первый и самый главный и самый официальный сайт вверху. Как вы видите, он в домене Gov. Домен Gov в Соединенных Штатах имеет только сайты, посвященные именно правительству Соединенных Штатов. Мы заходим на этот сайт и попадаем на страничку гринкарт лотереи. Да-да-да, именно на этой страничке примерно полгода назад вы подавали свои анкетки на то, чтобы участвовать в лотереи гринкарт. Что же здесь вы можете увидеть? Вы можете увидеть здесь всю информацию, которая вам нужна для этого ролика фактически. Смотрите. В первую очередь вы можете понять, что лотерея гринкарт начнется, я имею в виду проверка лотереи гринкарт, начнется 5 октября. А, нет, 6 мая 2023 года. Вот видите, что написано, что вы можете проверить свой confirmation number по этой ссылке, вот этой вот, видите, где чек статус. 6 мая 2023 года. Сразу хотел бы сказать, что 6 мая 2023 года вы ничего не проверите. Сайт будет лежать, нереально будет ничего проверить, поэтому я вам говорю, где-нибудь числа 10, а то и 11 мая, рекомендую пойти и проверить лотерею гринкарт. Выиграли вы или нет. Как это будет проверка осуществляться? Все очень и очень просто. Здесь есть одна, мать его, кнопка, и на эту кнопку надо нажать. Чек статус. Проверить статус. Нажимаем. Он говорит о том, что типа сейчас можно проверять только статусы по прошлой лотереи гринкарт. Лотерея гринкарт этого года сейчас недоступна, но нам не важно. Мы такие типа, да, хорошо, да, да, да и тому подобное. И вы видите определенную информацию, которую вы должны ввести. Смотрите, вот здесь вот, где написано confirmation number, вы должны указать номер, который вы получили при регистрации на лотерею гринкарт в прошлом году. Есть такой большой номер, вот вам его надо будет указать. Далее, ниже вам нужно будет указать свою фамилию, как она была написана в вашем загранпаспорте, а также в анкете при подаче заявки на лотерею гринкарт, которую вы делали в прошлом году. Кроме того, вы должны будете указать свою дату рождения, то есть год рождения. Не надо писать там 1 мая 2001 года, нет, только вот год. Надо написать год. Года будет достаточно. Ну, а потом доказать компьютеру, что вы не какой-то бот, не чат GPT. Вы реальный человек, вы можете прочитать, что написано здесь, переписать это сюда и доказать, что вы обычный адекватный человек. Сразу встает вопрос у некоторых моих подписчиков. Вот, Ваня, я такой нехороший человек, и я забыл свой confirmation number. Да, такое бывает. Но для этого Соединенные Штаты Америки создали специальную ссылочку. Написано, смотрите, забыл confirmation number. Вы на нее нажимаете. Он вам говорит, в какой лотереи гринкарт вы участвовали. Сейчас пока доступна только лотерея гринкарт 2023. Будет здесь написано лотерея гринкарт 2024. То есть это вот, в которой вы в прошлом году участвовали, она будет называться 2024. Что вы должны будете делать? Выбрать здесь лотерея гринкарт 2024. Указать свою фамилию, имя. Указать свою дату рождения уже полностью. То есть месяц, день, год. Запомните, сначала в Америке идет месяц, потом день, потом год. И email адрес, который вы указывали при регистрации в гринкарт лотерея. И если это все будет хорошо, и вы правильно напишите свою фамилию, имя, дату рождения и email адрес, то на этот email адрес вам придет письмо, в котором написано этот confirmation number, который нужен нам, впоследствии будет где? Где нам пока впоследствии он нужен будет? Правильно, вот здесь, для того, чтобы проверить информацию, выиграли вы или нет. Далее, дорогие друзья, сейчас вот будем с вами разбираться по поводу того, что значит на экране, вот, выиграл или не выиграл. Поехали. Так вот, дорогие друзья, смотрите, после проверки у вас появляются два варианта окон. Первый вариант вы видите сейчас на экране, и это означает, что все, вы выиграли лотерею гринкарт, но не спешите посылать своего работодателя в жопу. Не спешите говорить всем, что вы уезжаете в США и больше вы вообще никуда никогда не вернете себе на родину. Нет, это только шанс. Вы выиграли лотерею гринкарт, но вам надо еще пройти собеседование, подобрать, собрать определенный пакет документов. И вообще, вы должны дождаться, чтобы до вас дошла очередь. К сожалению, правительство Соединенных Штатов Америки выдает выигрышные номера больше, чем людей, которых они готовы принять. И бывает ситуация, что вы выиграли в лотерею гринкарт, а очередь на интервью до вас не дошла. Такое тоже бывает. Но у вас теперь есть шансы уехать в Соединенные Штаты Америки. Вот у вас есть конкретно шансы. Второй вариант. Второй вариант, вы сейчас видите письма на экране. Этот вариант означает то, что Соединенные Штаты Америки вас не выбрали, в этом году вы не поедете в Соединенные Штаты, вы даже не получаете шанс уехать в Соединенные Штаты по гринкарт лотереи, и вам надо искать какие-то другие пути иммиграции. Таким людям я могу посоветовать только одно. Подписаться на этот канал. Мы тут часто говорим и про Канаду, и про Соединенные Штаты Америки, даже иногда европейские страны. Ну, тоже разбираем. Ну, и кроме того, ребята, Мексика. Потрясающая страна. Вам не видно, вы думаете, что это в каком-то жопе ваня стоит, а здесь красиво, здесь очень красиво. В целом, дорогие друзья, на сегодня все. Ссылка в описании под роликом, я оставлю ссылку на официальный сайт правительства Соединенных Штатов, посвященных гринкарт лотереи. Это единственный сайт настоящий. На других сайтах вас могут обмануть, забрать ваши персональные данные, вымогать у вас деньги и многое-многое другое. А это то, что вот в ссылках в описании под этим роликом, это реально настоящий официальный сайт. Он в домене.gov находится, в домене, повторюсь как, этот домен является государственным доменом Соединенных Штатов Америки. До скорого, пока. Субтитры создавал DimaTorzok